ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шалом Аллахим, возлюбленные, мир всем вам! Со мной сегодня моя прекрасная жена Синтия. Дорогая, хорошо, что ты сегодня здесь. Как ты знаешь, сегодня последняя программа и серия «Как Иисус выполнил библейский иудаизм». В этой серии мы говорим о том, как Ветхий Завет, Танах и Новый Завет, или как мы называем его на иврите Брит Хадаша, связаны между собою, и что Иешуа Хамашех — это цель всего Писания. Что ты для себя взяла? Эта тема много говорит о наших корнях. О корнях нашей веры и почему мы верим так, как верим. А еще она говорит о будущем, о возвращении Иешуа. Но нам нужно знать и понимать корни всего этого. Почему нужно было, чтобы пришел Иисус? Почему нужно было, чтобы Он пошел на крест? Думаю, именно в этом особенность этой серии программ. Из нее мы получаем полное откровение об Иешуа. Мы не можем понять его полностью, пока не вернемся в Ветхий Завет, и не увидим всю историю прихода Иисуса в этот мир. Это удивительная история. Это история об истине, которую мы должны хранить в своем сердце. Об этом откровении мы сегодня поговорим. Очень хорошо сказано. Отец, мы молимся за наших зрителей. Благослови их через просмотр этого последнего выпуска. Баруха Шем, дорогие друзья, благословенно имя Господне. Шалом Алейхам. Сегодня мы заканчиваем серию программ под названием «Как Иисус выполняет библейский иудаизм». Это 14-й выпуск в этой серии, которая состоит из нескольких сезонов. Сегодня я хочу подытожить все, о чем мы говорили, и сделать несколько финальных заявлений. И вначале я хотел бы обратить ваше внимание на слова Иисуса в Евангелии от Луки, когда Он служил Своим ученикам. Давайте откроем 24-ю главу Евангелия от Луки. В начале этой главы мы видим, что ученики Иисуса полностью подавлены. Вы только подумайте, они оставили все и последовали за Иисусом. Они были рыбаками, но оставили свое ремесло. Они оставили все, чем они занимались, потому что поверили, что Иешуа – это Мессия. Они думали, что Он придет и освободит еврейский народ. Они ожидали, что Царство Божие придет на землю, и все изменится радикальным образом. Они ожидали, что Царство Божие ворвется на землю через Мессию Иисуса. Однако посреди всех этих ожиданий Иисус был распят. Это перевернуло их мир с ног на голову. Они не понимали, что делать дальше. Они были полностью подавлены. И пока они были в этом подавленном и разочарованном состоянии, они пошли в город Эмаус. Скорее всего, они шли с опущенными головами, они не могли успокоиться, а в их мыслях был полный хаос. И на этой вот дороге к ним подошел Иисус, но Он пришел к ним в другой телесной форме, не в том виде, в котором Он ходил с ними по земле. Иными словами, Иисус приблизился к ним, но выглядел Он совершенно иначе. Возможно, Его волосы были немного другого цвета, глаза были другого цвета, то есть Он выглядел как другой человек. А вы спросите, как такое может быть вообще? Но Библия говорит, а есть ли что-то невозможное для Господа? Для Бога нет ничего невозможного. Итак, Иисус приблизился к ним, но они не поняли, что это был Иисус. Иешуа сделал вид, что он не знает, что произошло. Он спросил у них, а в чем дело? Почему вы так расстроены? Они посмотрели на Него, как на сумасшедшего, и сказали, «Разве ты не знаешь, что произошло?» Иешуа из Назарета. Мы думали, Он Мессия. Его имя разлетелось по всему Израилю, но Его распяли. А Иешуа говорит, «Да, расскажите мне о Нем». И вот они идут и общаются, а затем Иисус сделал что-то. Я буду читать из Евангелия от Луки 24 главы 25 стиха. Тогда Он сказал им, «О, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою». И начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Затем их глаза открылись, и они узнали Его. Похожую историю мы читаем в конце Евангелия от Луки. Ученики пошли рыбачить. Их мир развалился на части, и они пытаются прийти в себя. Если помнится, Петр предал Иисусом, он сказал, что не знает Его. То есть, ученики сбиты с толку, но Иисус снова приходит к ним. Послушайте, что Он говорит в Евангелии от Луки 24 главе, это 46 стих. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». То есть, здесь Иешуа сам заявляет о том, что Он исполнение библейского иудаизма. В обоих этих случаях Иисус говорит, «Разве вы не читали Писание?» О каком Писании он говорит? О торе, о пророках, о псалмах и так далее. Он говорит, «Разве вы не читали обо мне в Танахе? Разве вы не видели, что я должен был пострадать, дабы принести искупление и спасение?» То есть, Иисус сам заявляет о том, что Он – исполнение Ветхого Завета или Еврейского Писания, а также Он – исполнение библейского иудаизма. Почему я использую термин «библейский иудаизм»? Я говорю «библейский иудаизм», потому что иудаизм, который практикуется сегодня, во многом отличается от того, что было дано изначально еврейскому народу Богом в Торе. Откровение, которое Отец Небесный дал израильскому народу в Торе, состояло из трех основополагающих принципов. Три основания библейского основания – это жертвы, священство, которое приносило жертвы, и храм, в котором нужно было приносить эти самые жертвы. А когда римляне пришли и разрушили Иерусалим в 70-м году, вскоре после распятия Иешуа, эти три столпа библейского иудаизма пали. Когда храм был разрушен, это означало, что больше нет возможности приносить жертвы. А как удаляется грех? Господь подробно рассказал нам об этом в книге Левит 16 и 17 главах. Если вы откроете книгу Левит 17 главу и посмотрите 11 стих, там Господь говорит, «Душа села в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души вашим, ибо кровь сия душу очищает». То есть искупление грехов выполнялось через пролитие крови жертв. А жертвы можно было приносить только священникам и только в храме. Поэтому, когда храм был разрушен, стало невозможным приносить жертвы, и священники разбежались по всей земле. И в результате всего этого иудаизм преобразовался. В 90-м году состоялся Явнинский собор. И на том соборе самые известные фарисеи того времени, которые, кстати, были потомками тех фарисеев, которые хотели распять Иисуса, потому что они чувствовали от него угрозу. Так вот, они собрались все вместе в Явне в 90-м году и фактически заново изобрели иудаизм. Они постановили, что молитва и литургия заменяют жертвоприношение. Такой измененный, по сути, иудаизм, который берет свое начало с 90-го года, практикуется сегодня евреями. Иными словами, современный ортодоксальный иудаизм появился в 90-м году нашей эры, когда иудаизм был изобретен фактически заново. Это означает, что современный иудаизм называется раввинистическим иудаизмом, и он весьма отличается от иудаизма библейского. Потому что для библейского иудаизма нужны священники, жертвоприношение, и обязательный порядок — это храм. В современном иудаизме все это заменено литургией и молитвами. Когда мы приезжаем в Африку, то где бы мы ни были, Отец Небесный всегда являет нам свое благоволение. Он всегда дает нам возможность быть благословением для людей в отеле, в ресторане и в других местах, которые мы посещаем. Отец, сведи ее от славы в славу и от благодати в благодать. Я познакомилась с Раввином Кертом, когда Он пришел ко мне на работу. Как только я увидела Его, я почувствовала благословение. Я приняла Иисуса как моего единственного спасителя и Господа. Это очень сильно изменило мою жизнь. Кровь обслуживала нас в ресторане нашего отеля. Он в 30 минутах езды от того места, где мы проповедовали. Но она подошла к нам и спросила, а можно ли ей прийти. Она приехала туда и приняла Господа. Я почувствовала, что Бог во мне, и Он работает внутри. Он чудесный и живой Бог. Он мой Спаситель. Мой личный Спаситель. И Искупитель. Отец, Руфь приняла тебя, и ты благословишь ее. Я провозглашаю сверхъестественную трансформацию в ее жизни. Изливай свой дух и продолжай делать то, что ты уже начал делать в ней. Как мы только что увидели, в Евангелии от Луки 24 главе Иисус заявил, что Он – исполнение библейского иудаизма. Как это возможно? Он отдал свою жизнь как последнее искупление за наши грехи. Скоро я выпущу серию программ о мессианских пророчествах, но самое сильное пророчество о приходе Господа в Танахе находится у Исаии в 53 главе. Там сказано, что Господь пошлет своего слугу, и он будет пронзен за преступление и беззаконие своего народа. И хотя этот слуга умрет за преступление своего народа, Бог при этом продлит его дни. То есть, Бог воскресит его из мертвых. И через его жертву, через это искупление, люди будут прощены. То есть, Иисус исполнил пророчество из еврейского священного писания о приходе Мессии. Он не только стал искуплением, но и стал прообразом последнего храма. А еще он стал истинным первосвященником. Мне нравится такая аналогия. Что значит, имеется веру в Бога, без Иешуа, а только основываясь на еврейском писании? Храма, священников и жертвоприношений больше нет. Вместо этого есть только литургии и различные церемонии. Вот как я это понимаю. Если бы я захотел из Коламбуса, штат Огайо, попасть в Майами, но при этом у меня пересадка в Атланте, и так я вылетаю из Коламбуса, приземляюсь в Атланте и иду на следующий самолет, который должен доставить меня в Майами. Но я не успеваю на этот рейс и застреваю в Атланте. Для меня, и я говорю это со всем уважением, иудаизм без Иисуса это как человек, который не успел на свой стыковочный рейс. Он приблизился к пункту назначения только наполовину. Иисус является выполнением и завершением библейского иудаизма. Даже у древних районов мы можем найти, что одним из основополагающих принципов иудаизма является ожидание прихода Мессии. В Новом Завете мы читаем, как Иоанн Креститель, который был на тот момент в тюрьме, послал к Иисусу людей, чтобы они спросили у Него, «Ты, Мессия? Это ты тот, кого мы столько ждали? Или нам ждать другого?» Я говорю все это, чтобы показать, насколько сильные евреи ожидали Мессию. Иоанн Креститель даже послал к Иисусу людей, чтобы узнать, Он ли тот, кого они столько ждали? Кого же они ожидали? Конечно, они ожидали Мессию. Ожидание Мессии – это часть иудаизма еще с древних времен. А в современном мире многие евреи разочаровались в ожидании Мессии. Как вы знаете, многие евреи стали мирскими. Сейчас среди евреев больше мирских, чем религиозных. И даже среди религиозных евреев некоторые не верят в буквальный приход Мессии. Вместо этого они верят в мессианскую эру. Поэтому сейчас не так много евреев, которые все еще ожидают прихода Мессии. Но если вы изучите Писание, то увидите, что ожидание Мессии всегда было одним из оснований Священного Писания. Посмотрите на книгу Даниила. Даниил многое говорил о Мессии. А в серии программ о мессианских пророчествах я рассмотрю эту тему поглубже. Все дело в том, что в Евангелии от Луки Иисус сам заявляет о том, что Он исполнил мессианское пророчество. А эта серия программ называется «Как Иисус исполнил библейский иудаизм». Во-первых, Он сделал это, исполнив пророчество о Мессии. Во-вторых, Он исполнил библейский иудаизм, потому что Он отражает природу Бога, которую мы видим в Торе. «Я имею в виду, что Иешуа продемонстрировал нам Божию справедливость и Божию святость. А с другой стороны, Он продемонстрировал нам милость и сострадание Бога. То есть, Он явился нам в двух аспектах Божьей природы. Во-первых, мы видим Божию святость и справедливость. А во-вторых, мы видим Его милость и сострадание. Иешуа явил нам полноту Божьей природы. Он показал нам Божию справедливость в том, что Бог наказал грех. А как Иешуа показал нам, что Бог Отец святой и праведный, и Он наказывает грех? И Иисус продемонстрировал нам Божию святость и справедливость, умерев за наши грехи. Почему же Иисусу пришлось умереть? Так был наказан грех. Иешуа взял наш грех на себя. А поскольку Он понес наш грех, Его нужно было наказать за наш грех. Именно поэтому Он был распят. Именно поэтому на кресте Он сказал, «Боже мой, почему Ты покинул меня?» Итак, во-первых, Иешуа явил нам Божию святость и справедливость, показав, что с грехом нужно разобраться. И Бог разобрался с грехом через Иешуа. Иешуа отдал свою жизнь на кресте как наказание за наши грехи. Но затем Иешуа явил нам Божию милость и сострадание. Бог не только наказал грех, но и предоставил средства для прощения наших грехов. Он предоставил повод для милости и сострадания. Почему? Потому что именно для этого Иешуа и пришел. Он пришел, потому что Бог любит нас через Иешуа. Бог пытался найти способ восстановить наши с ним отношения, несмотря на наши грехи. То есть Иешуа сделал все необходимое. Он понес необходимое наказание из-за Божьей святости. Этим актом послушания он также дал нам возможность принять Божью милость. Зачастую люди не понимают, что в еврейской Библии в Танахе явлена не только Божья справедливость, когда мы видим, как Бог наказывает грех, но также нам явлена Божья благодать. Мы неоднократно видим Божью благодать. А мое любимое местописание в еврейской Библии, в Торе, это когда Моисей говорит Господу, «Покажи мне свою славу». И Бог сказал Моисею, «Мойша, я хочу, чтобы ты встал в ущелье скалы и призвал мое имя, и тогда я позволю тебе увидеть мою славу со спины. Ты не можешь увидеть мое лицо, но я пройду перед тобой. Перед тобой пройдет вся моя благость, я провозглашу на тебе мое имя». Иными словами Господь сказал, «Моисей, когда ты встанешь в скале и воззовешь ко мне, я приду и откроюсь тебе, и ты узнаешь меня и увидишь мою славу». Итак, Моисей встал в скале, помолился и пришел Господь. Господь наполнил его светом откровения и покрыл его своей славой. И Моисей слышал, как Господь говорит с ним. Господь сказал ему, «Я, Яхве, я Бог полной милости, сострадания и доброты». А затем он добавил, «Но я ни за что не оставлю вину безнаказанной». Это самое простое и при этом самое глубокое откровение о том, «Кто же такой Бог? Какой Он?» Когда Моисей возвал Господу и Господь открыл ему себя, то первое, что Господь сказал, «Я милостивый и благой, полной любви и истины, прощающей преступления и грехи». Здесь мы видим милостивую сторону Бога, но затем Бог добавляет, «Но я ни за что не оставлю виновного безнаказанным». Это тот самый Бог, которого мы видим в Брит-Хадаша, в Новом Завете. Иисус пришел, чтобы явить Отцам и исполнить библейский иудаизм. Иисус сказал, что как для иудея, так и для язычника, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через меня, и призывающий имя Господа будет спасен». С вами был Равин Кёрт Шнайдер. Бог любит вас, Баруха Шам и Шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Я ва 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 Шалом. Это был последний выпуск серии программ «Как Иисус выполняет библейский иудаизм» — третий сезон. Если вам понравилась эта серия, зайдите на наш сайт или позвоните нам. Субтитры создавал DimaTorzok Вы пишете нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовестовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Шалом, возлюбленные! Я прочту из Евангелия от Марка, 12 главы, 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение, узнавая еврейского Иисуса, то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в двери вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» Теперь доступно на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи. Но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Курта Шнайдера «Лев Иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхий и Новый Завет, и как Иисус совершает иудаизм.